Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Внимательно проверь, дружок, готов ли ты начать урок. Сегодня вспомним типы текстов, запомним новые слова, построим крепость мы с друзьями. Нас ждут великие дела. Какое сказочное время года дети любят и ждут? Правильно, дети ждут зиму, потому что зимние игры самые забавные. Тема нашего урока называется «Строим городок». Ты научишься различать тексты разных жанров, правильно писать новые слова, понимать и описывать события. Начнем мы нашу работу с того, что вспомним, что такое текст и какие бывают тексты. Дайте определение. Что такое текст? Правильно, текст – это два или несколько предложений, связанных между собой по смыслу. Какие типы текстов вы знаете? Верно. Типы текста – это текст повествования, текст описания, текст рассуждения. Ребята, давайте поработаем с текстом. Послушайте его содержание. Мы живем в селе Приречное. В декабре выпало много снега. И в одно воскресенье мы с ребятами решили построить снежный городок. Все дружно взялись за дело. Коля нарисовал интересный план городка. Санат и Денис построили крепость. Максат, Сережа и Яна сделали каток. А Гена, Роза и Давид соорудили высокую горку. Малышам тоже нашлась работа. Они слепили и украсили снеговика. Хороший получился наш городок. Всем было весело. А теперь попробуем ответить на вопросы к тексту. Кто из детей был скульптором? Совершенно согласна с вами. Малыши. Кто из детей был дизайнером? Молодцы! Правильный ответ – малыши. Кто из детей был строителем? Какие вы внимательные? В этом вопросе два варианта ответа. Максат, Сережа, Яна, Санат и Денис. А кто был архитектором? Правильно! Архитектором был Коля. Переходим к следующему заданию. Выдели в рассказе три части. Придумай им название. Я предлагаю назвать первую часть «Зимнее воскресенье». Вторую часть «Общее дело». Третья часть «Интересный день». Следующий вопрос. К какому типу относится текст? Третья часть «Обсолютно верно». Абсолютно верно. Это текст повествования. Давайте вспомним. Текст повествования – это текст, в котором повествуется о событиях и поступках героев. Обратите внимание на новые слова. Запишите их в тетрадь и запомните их написание. Ребята, следующее задание выполните самостоятельно. Из каждой группы слов выберите по одному слову и составьте с ними предложение. Я прочитаю вам два текста, ребята, а вы попробуйте по содержанию определить их жанр. Я большой любитель санок. Встану утром с позаранок. Обзвоню своих ребят и девчонок всех подряд. Будем вместе веселиться. Нужно только вниз скатиться. Если есть у снега корка – всё, тогда готова горка. Пришла настоящая зима. Стоят морозы. Вся земля покрыта снежным ковром. Словно в сказке блестят серебром деревья. Мы взяли санки и вышли на прогулку во двор. Там ребята лепили снежную бабу. Мы вместе стали играть в снежки. Потом мы стали кататься на санках со скользкой горки. Нам было очень весело. А сейчас, ребята, ответьте на вопросы. Одного или разного типа жанра этого текста? Абсолютно верно. Эти тексты разного жанра. Первый текст – это стихотворение. Мы знаем, стихотворение – это текст, построенный с использованием рифмы. А второй текст – это рассказ. Рассказ – это повествовательное произведение, в котором описывается событие в жизни героя. Найди во втором тексте выделенные слова. Определи, что это за слова. Верно. Эти короткие слова называются предлоги. Для чего нужны предлоги? Правильно, ребята. Предлоги нужны для связи слов в предложениях. Следующее задание, ребята, творческое. Подумай. Перед тобой изображен план снежного городка. Расскажи по плану. Что есть в этом снежном городке? Как дети развлекаются в нем? Запиши свой рассказ в тетрадь. Молодцы, ребята. Вы справились с этими заданиями. Давайте подытожим наш урок. Сегодня на уроке мы определяли жанры текстов. Повторили типы текста. Вспомнили, для чего служат предлоги. Жанр – это вид художественных произведений, характеризующийся определенными темами. Существуют следующие виды жанров. Загадки, пословицы, рассказы, стихотворения и сказки. Ребята, наш урок подошел к концу. Оцените свои полученные знания и выберите подходящий цвет радуги. На этом наш урок закончен. До свидания!